Спасибо, уважаемый Юрий Васильевич, Юрий Сергеевич, Юрий Дуартович, уважаемые депутаты. Малерий Александрович, одну секундочку. Сколько вам нужно времени на доклад? Ну, я так думаю, в течение 7-8 минут я... Хорошо, пожалуйста. До 15. Хорошо, есть, спасибо. В прошедшем году деятельность Смоленской полиции была направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности, защиту конституционных прав, свобод граждан в условиях продолжающейся специальной военной операции. Наша область не стала исключением для преступных целей радикально настроенных граждан и группировок. Совершено 8 диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Смоленска, Смоленского и Поченковских районов. А также в 2023 году на территории региона зарегистрировано 102 факта заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Были возбуждены уголовные дела по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. С учетом таких вызовов и угроз реализован комплекс мероприятий в обеспечении готовности сил, средств, органов внутренних дел к действиям в особых условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций и обстоятельствах. На протяжении всего года мы продолжали выполнять служебно-боевые задачи в особых условиях. Более 140 сотрудников достойно несли службу в Северо-Кавказском регионе, 102 человека, и в зоне проведения СВО 41 сотрудник. При хранящейся вероятности провокации об условиях проведения специальной военной операции, важнейшим аспектом деятельности полиции стало расширение диапазона участия в совместных мероприятиях с другими ведомствами. Сотрудники ОВД активно принимали участие в антирористических учениях под руководством оперативного штаба Смоленской области. В рамках проведения мероприятий по противодействию распространению информации экстременского характера, Роскомнадзором по инициативе ОВД заблокировано почти в два раза больше сайтов – 142. Сотрудниками ОВД приняты меры по недопущению преступного вмешательства в работу органов государственной власти и важных объектов. Обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности на территориях, прилегающих к военным комиссариатам. Ежесуточно охраняется 20 объектов, задействовано 26 сотрудников. Кроме того, ежесуточно охраняется 3 пункта временного размещения прибывших с Украины жителей, задействуется 6 сотрудников. В рамках взаимодействия с военными комиссариатами в прошлом году очлено мероприятие по привлечению граждан к заключению контракта из воинской службы. Заключили контракт 42, 21 из которых иностранные граждане. В наступившем году указанное мероприятие также уделяется большое внимание. Уже 12 человек заключили контракты, 7 из которых иностранные граждане. Работа построена в тесном взаимодействии с органами власти и всеми правоохранительными структурами, несмотря на значительный некомплект, а уместно даже сказать кадровый голод, вакант на почти 700 должностей, позволили удержать оперативную обстановку под контролем и добиться определенных положительных результатов. Благодаря принятым мерам профилактического характера рост преступности не превысил 3%. А без учета фактов неправомерного доступа к компьютерной информации общая преступность сократилась почти на 4%. При этом отмечается снижение на 7% количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе фактов умышленного причинения вреда здоровью со смертельным исходом. В том числе разбоев, грабежей, краж. Всего сотрудников Городов внутренних дел в минувшем году раскрыто более 5000 преступлений, в том числе более 1700 краж, 205 грабежей, 19 разбойных нападений, 80 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 314 преступлений экономической направленности и 270 преступлений прошлых лет. Грамотная организация разыскной работы позволила установить местонахождение порядка 400 преступников, скрывшихся от следствия и суда, 374 в цифрах, что на 10% больше, чем в 2022 году. Улучшилась раскрываемость таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда с 97% до 97,5, в том числе с смертельным исходом, с 96% до 100, побои с 52,6 до 63, грабежи с 78 до 82, разбои с 81% до 90, хулиганство с 76 до 100, незаконная порубка леса с 42 до 47%, незаконный оборот наркотиков с 35% до 37, преступления экономической направленности с 42% до 62. Раскрываемость убийств и фактов умышленного подчинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований на протяжении последних трех лет превышает уровень 95% раскрываемости. Изобличены в совершении преступлений почти 4000 лиц, из которых более 1000 совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Органы внутренних дел практически на 20% больше установлены причинок ответственности лиц, совершивших преступления в составе организованных групп, в том числе такие социально опасные деяния, как убийство, мошенничество, разбой, вымогательство, а также незаконный оборот оружия и наркотиков. Также по материалам сотрудников полиции раскрыто два факта бандитизма, уголовные дела в отношении единственных фигурантов направлены в суд. Такие преступления являются очень сложными в доказывании, и, к слову, за прошлый год по всей России расследовали лишь 47 таких фактов. Так, в период с 2002 года по 22 год членами банды совершено 9 преступлений, в числе которых убийство, вымогательство и незаконный оборот оружия. Расследование вел в Следственный комитет по Смоленской области. Повышенное внимание уделено обеспечению экономической безопасности в регионе. В результате принятия мер по защите экономики и преступных посягательств сотрудникам ОВД области вылили на 565 экономических преступлений, плюс 3%, в том числе 47, совершенных в крупном или особо крупном размере. Раскрыто 11 экономических преступлений, совершенных в составе организованных групп либо преступных сообществ. В 2023 году вынорганизованная преступная группа, занимающаяся противоправными деяниями на межрегиональном уровне, город Смоленск, город Москва, которая с 2016 года путем учисления законной банковской деятельности и изготовления поддельных платежных документов получила доход в сумме более 100 миллионов рублей. Оголовное дело продолжает расследоваться с целью выявления дополнительных фактов преступной деятельности. Количество задокументированных преступлений коррупционной направленности возросло на 48% и составило в общем исчисление 205. Сотрудникам наших подразделений по борьбе с экономической преступностью выявлено и причинено более 150 фактов взятничества на общую сумму свыше 45 миллионов рублей. Средняя сумма взятки превысила 300 тысяч рублей. В числе преступлений, связанных с выявленных подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции, 69 преступлений, связанных с исполнением государственного заказа, 63 с бюджетной сферой, 15 с освоением и распределением бюджетных средств, выявленных на реализацию нацпроектов. Так, в январе 2023 года в рамках реализации национального проекта образования по строительству пристройки в средней школе 33 города Смоленка установлено два факта превышения должностными полномочиями сотрудниками управления капитального строительства Смоленской области, в результате чего причинен материальный вред на сумму 7 миллионов рублей. Материальный ущерб по преступлению экономической направленности составил более 460 миллионов, из которых возмещено по уголовным делам 426 миллионов рублей. Широкое распространение безналичных способов оплаты, а также выстроенная профилактическая и оперативно-расследственная работа на протяжении ряда лет способствует снижению массива фальшивых денежных средств в сбытах на территории региона. Всего зарегистрировано по результатам за 2023 год 93 факта, что значительно меньше к уровню 2022 года на 43% и на 62 по сравнению с 2021 годом. По-прежнему актуально для области является противодействие наркопреступлением. В 2023 году нами проведены 6 комплексных оперативно-профилактических мероприятий и операций. Всего выдавлено более 1000 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 723 факта сбыт наркотических средств при сечении деятельности семи наркопритонов и двух нарколабораторий. К сведению, уже за три месяца этого года две нарколаборатории, буквально позавчера еще в Починковский район, лица задержаны. Из незаконного оборота изъяда свыше 150 наркотических средств по расследованию уголовных делам, в том числе 59 килограмм синтетического происхождения. Доказано причастность незаконного оборота наркотиков свыше 320 лиц. В рамках взаимодействия с правоохранительными органами Республики Беларусь в мае 2023 года посещена деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконном распространении наркотических средств и психотерапевтических веществ на территории Минской области Республики Беларусь и Смоленской области. В ходе проведения специальных мероприятий изъято более 1 килограмма наркотических средств. В июне 2023 года задержано 4 оптовых курьера с наркотическими средствами, предназначенными для сбыта на территории Российской Федерации, в том числе гражданин Республики Кыргызстан, у которого обнаружено и изъято более 300 граммов наркотического вещества. С целью снижения уровня наркотизации несовершеннолетних граждан и публировизации здорового образа жизни сотрудниками проведено порядка 200 профилактических бесед и лекций с учащимися средних общеобразовательных учреждений, в рамках которых охвачено более 7 тысяч подростков и молодых людей. Однако, несмотря на принимаемые меры, продолжают уметь вместо фактов увлечения несовершеннолетних в совершение противоправленных деяний, в том числе по сбыту наркотиков, путем организации тайников и закладов. За сбыт привлечено уголовное ответствие 4 несовершеннолетних. Имея наклонность снижения, в 2022 году было их 13. Так, в апреле 2023 года в городе Смоленск задержан закладчик наркотических средств несовершеннолетних 2006 года, являющийся студентом первого курса Международного юридического колледжа, у которого изъято 67 грамм наркотического средства «Мефедрон», приготовленных для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, лицо привлечено к ответственности. Не секрет, что основная часть незаконного оборота наркотиков в наше время шляется посредством сети интернет, в связи с чем одной из форм деятельности полиции является выявление сайтов и интернет-магазинов, представляющих наркоугрозу. По инициативе органов внутренних дел на 20% больше заблокировано таких сайтов Роскомнадзором – 175. Важно понимать, что только совместные усилия полиции и общественности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков принесут свои положительные результаты. С учетом исчезновения предпосылок к росту незаконного оборота оружия ввиду проведения СВУ. В 2023 году нами организована соответствующая работа, в том числе проведено 8 оперативно-филактических мероприятий, выявлено 125 фактов незаконного оборота оружия. Только в период проведения оперативно-филактических мероприятий сотрудник МВД изъято 79 единиц оружия, в том числе 12 пистолетов, 12 винтовок, 48 охотящих ружей и обрезов, 3 пневматические винтовки, 4 приспособления для стрельбы, а также 4 гранаты, 7 мин, 27 детонаторов, 2063 патрона различного калибра, более 4 кг взрывчатых веществ. Эффективность принятия мер подтверждается снижением количества преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, более чем на четверть. Сохратилось с 46 в 2022 году до 34 в 2023. На протяжении нескольких лет злободневные проблемы остаются преступления, совершенные с использованием функционных технологий. 2023 год не стал исключением. Рост значимый с 4000 до 5300 преступлений такого характера. Особую тревогу вызывает рост преступлений против собственности, дистанционной кражи, мошенничества, вымогательства в сфере компьютерной информации, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году полиция активно взаимодействовала с обществом, проводя различные профилактические мероприятия и информационные кампании с целью повышения осведомленности граждан о возможных способах совершения дистанционных преступлений и методах борьбы с ними. В повседневной деятельности сотрудниками органов внутренних дел осуществляется проведение бесед, лекций. Объем предстоящей работы значительный. Доля преступлений в сфере инновационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации составляет более трети от всех зарегистрированных. Из 14 900 преступлений, зарегистрировано в 2023 году, 5 300 – это только в сфере ИТТ. Учитывая риски осложнения оперативной ситуации в сфере миграции, в прошедшем году проведено более 4 000 мероприятий по явлению фактов нарушения миграционного законодательства. При этом акцент указанных проверок смещается с жилого сектора на объекты торговли, промышленности, сельскохозяйственные предприятия и строительные организации, в ходе которых вылили на 6% больше административных пронарушений. Сотрудникам ОВД в 2023 году вылили 100 преступлений в сфере миграции. Об объективности проводимой работы говорит снижение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лиц без гражданства. На 1,5% снижение. Сотрудники могут принять в прошедшем году обеспечен правопорядок, общественную безопасность при проведении почти 3,5 тысячи массовых общественно-политических мероприятий, в том числе и период подготовки и проведения выборов губернатора Смоленской области и органов местного соправления. Отмечено снижение протестной акции населения с 10 до 8, массового беспорядка вмешательства функционирования административных органов. Управлением продолжена работа по привлечению общественности и частных охранных структур к обеспечению правопорядка. На сегодняшний день областной реестр включает 182 народные дружины во всех муниципальных образованиях. Общая численность дружинников составляет 1200 человек, при содействии которых в прошлом году посещено более 600 административных правонарушений. Вместе с тем, социальная поддержка и материальное стимулирование членов народных дружин в 2023 году осуществлялось не всеми органами местного соправления. В частности, не выделялись денежные средства на проведение, в том числе и поощрений, Десногорск, Сафоновский район. В этой связи прошу депутатов провести соответствующую работу в своих собирательных кругах. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности, повышения эффективности оперативно-служебных действий, подразделения полиции и управления при поддержке правительства Смоленской области продолжено развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В 2023 году с помощью этого сегмента выявлено пресечено 267 преступлений. Кроме того, благодаря использованию АПК «Безопасный город» сократилось число преступных посягательств в общественных местах, в том числе на улицах, на 12%. Вместе с тем, для удержания положительных тенденций требуется дальнейшее совершенствование развития АПК «Безопасный город». В связи с чем, прошу органы исполнительной власти и законодательной власти обратить на данное направление пристальное внимание, так как безопасность граждан на улицах – залог спокойствия и доверия к власти. Орган внутренних дел проведен в комплексе организационных практических мероприятий по профилактике и предупреждению совершения правонарушений, связанных с нанесением графики. В образовательных учреждениях организовано проведено более 2000 профилактических бесед, более 200 выступлений в СМИ. Только в 2023 году по городу Смоленску составлено 15 протоколов за административных пронарушения, предназначенных статьей 7.17 КОАП об уничтожении и повреждении чужого имущества за нанесение надписи и рисунков на фасады зданий. Совместно с администрацией городов и районов необходимо наращивать усилия на наведение порядка на улицах. В взаимодействии с интересовыми органами и некоммерческими организациями в социальной направленности продолжено решение задачи по профилактике бытовой преступности. Защита социально уязвимых категорий населения. Количество преступлений, совершенных на бытовую почву, сократилось на 39%, в том числе убийств с 18 до 15, фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 39 до 23. Значительный объем работы проведен по причине незаконного оборота спиртодержащей продукции и профилактики пьянства. В 2023 году по результатам проведенных проверочных и целевых оперативно-филактических мероприятий в сфере незаконного производства оборота этилового спирта, алкогольной спиртодержащей продукции, возбуждено 10 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 17 тонн алкогольной продукции и 3 тонны этилового спирта. Кроме того, пресечено более 10 тысяч административных порушений, связанных с распитием алкогольной продукции и появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения. Должное внимание к проблеме алкоголизации населения способствовало снижению их числа преступлений, совершенных лицами, находящихся в состоянии опьянения, на 27%. В взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики, в том числе и в рамках областной государственной и муниципальных программ про охранительные направленности, проводилась работа по профилактике правонарушений. В 2023 году выявлено почти 28 тысяч административных порушений, более 800 из которых в рамках реализации соглашения о передаче сотрудниками полиции полномочий по составлению протоколов административных порушений, присмотренных Смоленским областным законом. Не осталось без внимания сотрудников органов труднедел и работа по контролю за соблюдением на территории Смоленской области запрета курения табака. Обречено 701 правонарушение. В результате повышения эффективности мероприятий по неотвратимости наказания в отношении лиц, совершающих административные порушения, существенно повысился процент взыскываемости наложенных штрафов с 56 до 67. Доход с консолидированного бюджета региона без учета госавтоинспекции поступило 18 миллионов, в 2022 году 13 миллионов. Приоритетное значение в 2023 году придавалось в работе с лицами, склонными к совершению порушений и стоящими на филактическом учетах. Реализованное на фоне роста количества лиц, в отношении которых в 2023 году был установлен административный надзор, комплекс мер позволил снизить число на 3%. Также число поднадзорных, совершивших преступления в период нахождения поднадзором на 13%. Большое внимание управлением уделяется вопросам профилактических подростковых преступности. На территории области в организованную проведено 9 комплексных межведомственных профилактических операций и мероприятий, в том числе «Семья, дети России», в которых приняли участие сотрудники большинства служб, подразделений территориальных органов, административных органов, районов и области. В целях организации досуга детей и подростков, стоящих на профилактическом учете и органах внутренних дел, в взаимодействии с правительством Смоленской области и при поддержке губернатора проведена ежегодная профильная смена правоохранительной патриотической направленности «Патриот», в которой приняло участие 50 подростков. Финансируемые мероприятия в 2023 году увеличены до 680 тысяч. Вместе с тем, до настоящего времени решена проблема детских суицидов. 10 попыток снижения в два раза, безлетальных исходов в 2022 году 8, и самовольных уходов совершенно нет и семьи, и государственных учреждений. Снизилось как бы на 16%. Провоцирующими факторами в этих ситуациях являются недостатки в организации защиты прав и интересов детей, насилие, жестокое обращение с ними, влияние криминальных субкультур и иных деструктивных течений, а также незанятость детей. В связи с чем кормим государственные власти Смоленской области и местному самоправлению необходимо задействовать весь имеющийся механизм профилактики подростковой преступности, в том числе в рамках работы соответствующих комиссий и коррадиционных совещаний, особенно с учетом объявления президентом Российской Федерации 2024 года годом семьи. Работу по профилактике преступности, в том числе в среднейшем тренлетике, сообразно проводить в рамках реализации государственных программ Смоленской области. Необходимо вовлекать максимально возможно большее число молодежи и лиц, ведущих маргинальный образ жизни в активную социальную среду, спорт, культурно-массовые мероприятия. В данных вопросах необходимо активнее использовать опыт других регионов, в том числе по упорядочению торговли алкоголем, табаком, работу в усилительных заведениях. В взаимодействии с заинтересованными органами власти принимались меры по достижению целей федерального проекта безопасного дорожного движения, нацпроекта безопасной и качественной дороги. Обеспеченное информирование и правовое оповещение населения проведено 1813 мероприятий и акций. Используя элементов АПК «Безопасный город» активно способствует выявлению нарушений правил дорожного движения. По состоянию на конец 2023 года использовалось 138 стационарных и 53 передвижных комплекса. С помощью комплексов в виде фиксации только в 2023 году выявлено практически 800 тысяч нарушений правил дорожного движения, а также или тысячи фактов неуплаты ранее наложенных штрафов. В консолидированный бюджет региона поступило 419 миллионов рублей штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Для справки, в 2022 году 387. Однако, несмотря на принимаемые меры, не удалось сдержать тенденцию 2021-2022 годов по снижению числа дорожных и транспортных происшествий, пострадавших в них и погибших. Во многом это связано с значительным ростом количества ДТП, причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия. В связи с чем прошу администрацию области, Смоленскую областную думу, руководителей исполнительных и законодательных органов власти уделить внимание финансированию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе в рамках областной государственной программы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Ключевыми задачами органов внутренних дел в работе с личным составом на сегодняшний день является сбережение и умножение кадрового потенциала, повышение качества профессиональной подготовки, в том числе готовности к выполнению служебных задач и обязанностей, поддержание и укрепление служебной дисциплины и законности. Однако, несмотря на реализацию мероприятий, по комплектованию и сдержанию оттока кадров, НЕКОПЛЕ в 2023 году увеличился с 11 до 17 процентов и составил почти 700 человек. Наиболее значительная нехватка личного состава ощущается в подразделениях участковых полномоченных 33%, патрульно-постовой службы 33%. Здесь хотелось бы выразить благодарность губернатору Смоленской области Анухину Василию Николаевичу за поддержку и инициативы в дополнительной мере стимулирования сотрудников строевых подразделений патрульно-постовой службы участковых полномоченных. По итогам работы во втором полугодии 2023 года 40 участковых полномоченных и 40 сотрудников ППС территориальных органов внутренних дел по нашим представлениям достигших высоких результатов служебной деятельности получили выплаты в размере 30 тысяч рублей каждый. Общая сумма выплат составила 2 миллиона 400 тысяч. Указанную работу прошу продолжить и поддержать. В целом, сходя из анализа проблем в направлении оперативно-служебной деятельности в текущем году, основные усилия полиции будут средствованы на противодействие преступлениям, совершаемых в использовании информационно-телекоммуляционных технологий, незаконном обороте оружия, наркотиков, хищении целевого использования государственных средств, обеспечения правопорядка в условиях попыток возможного вмешательства в деятельность государственных органов и органов власти, противодействие незаконной миграции, повышение безопасности дорожного движения. В конце своего выступления хочу обратить внимание, что на ощущение гражданами состояния криминогенной обстановки, а также мнение населения в деятельности полиции, значительное влияние оказывают негативный настрой средств массовой информации и блогеров. В заголовках газет, на лентах агентств, в сети интернет, подача информации учителяется, как правило, в негативном ключе. Заголовки пестрят информацией о совершаемых преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях, при этом практически не делается акцент на работе полиции и других правоохранительных органов, вклад сотрудников правоохранительных структур в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в регионе. Нам с вами необходимо совместными усилиями менять посыл подачи информации СМИ с негативного на положительный. Доклад закончен. Готов ответить на вопросы. Валерий Александрович, мы отдаем должное работе подразделений Смоленской полиции. Мы с пониманием относимся к неукомплектованности ваших подразделений и готовы содействовать в силу мер и возможностей решению этого вопроса. Но, тем не менее, я хотел бы ознакомить вас с одним эпизодом, который, на мой взгляд, не лучшим образом характеризует работу некоторых ваших сотрудников. В городе Смоленске, а точнее в деревне Новосельце, которое входит на территорию областного центра, проживает гражданин Дмитрий Магеря. По моему глубокому убеждению, вор-рецидивист замешан в том, что, работая в Ярцеве, значит, снял со служебной Аки колеса, украл. В прошлом году украл ребенка сожительницы, ну и другие эпизоды. Но это для характеристики. Я вот о чем хотел бы далее сказать. Он по совместительству блогер. Блогер, и причем блогер не из лучших, ведет телеграм-канал «Смоленская область для жизни». Так вот, в прошлом году на его телеграм-канале был размещен видеоролик, где неустановленное лицо справляет нужду на портреты депутатов Смоленской областной думы на газетах, которые были расположены. Мы полагаем, он их из ящиков собрал и сделал это. Много было направлено письмо с просьбой разобраться. Вот долго разбирались. Затем я получил ответ от лейтенанта, который проводил это расследование, что они неоднократно выезжали по месту жительства Магери, но он не открыл им дверь. Поэтому, значит, было, в общем-то, мое письмо передрессовано в Следственный комитет, где оно и благополучно закончило жизнь. Я хотел вас спросить, все ли сделали, по вашему мнению, сотрудники полиции в данном случае, чтобы, в общем-то, разобраться с этим правонарушением? Пожалуйста, Александр. Спасибо за вопрос. Да, нам такой факт, и мне, как руководителю областного МВД известен. Мы разбирались по этой ситуации. Чтобы привлечь этого товарища, необходимы конкретные вопросы и решения это Следственного комитета, где связана, то есть это их, так сказать, подследственность. Мы выезжали неоднократно, но для того, чтобы войти в жилище, нужны основания, чтобы не было потом беззакония, как, правило, вы сказали, он блогер, заснимет всю данную ситуацию, и мы потом будем в кривом зеркале опять выйти. Сейчас, на данный момент, мероприятие проводится, будет основание, мы доставим в Следственный комитет, но, насколько мне известно, Следственным комитетом это их компетенция, там составлен отказанный материал. Но его мы держим на контроле. Это человек известный, поэтому все, что с нашей стороны будет сделано, вам будет дополнительно сообщено. Спасибо. Митрофаненков Андрей Николаевич. Здравствуйте, уважаемый Валерий Александрович. При существующем некомплекте, скажите, вот сэкономленные средства, они как-то отражаются на зарплатах или премиях оставшихся сотрудников, ну, ныне работающих. И можете, для примера, привести хотя бы какие-то цифры о зарплатах участковых, ну, либо работников ППС-службы? Ну, конечно же, есть экономия фонда заработной платы, как и на любом предприятии. Значит, в мою компетенцию входит это поощрение, также руководители террористов органов разовой премии, но они не превышают, там, 10-15 тысяч рублей за, будем говорить, раскрытие преступлений по горячим следам или какие-то комплексные мероприятия, которые привлекли к выявлению большого количества эпизодов следователей за качественное расследование преступления. Значит, это практикуется. Но самое главное, что, в соответствии с приказом министра, по окончании года, это примерно декабрь, 2-3 декабря, нам приходит соответствующий документ о нашими правами поощрения личного состава, вот, исходя из фонда, заработной платы за достигнутые результаты сотрудников, которые не включены к дисциплинарной ответственности, не имеют взысканий. Поэтому вот в этом году я могу доложить о том, что средняя поощрительная премия была в размере 84 тысяч рублей для сотрудников. Были те, которые, так сказать, проработали минимально, там был, так сказать, обозначен не менее, например, 20 тысяч рублей. Кто проработал менее трех месяцев, они получили 20 тысяч рублей. Остальные, там, с кого сняли взыскание, без взыскания уже работали, там, 4, 5, 6 месяцев. И вот эта категория доходила. Чтобы обозначить конкретную ситуацию, руководители в районах территориальных органов получили премию от 450, выше тысяч рублей годового, так сказать, поощрения до 250. Это, например, такие подразделения, как Велиш, Сафонова, Рудни, вот такого уровня. Ну, а руководители городского ВВД, к этому сведению, но и было принято решение, 450 тысяч ему в виде премии. Сотрудники также поощрялись, начиная от заместителей, сноска была на 15-20%. Мы так регулировали. Каких-либо жалов и заявлений высшестоящие органы руководства МВД, но распределение вот этих вот денежных средств в МВД и мне лично не поступало. Спасибо. Ольга Николаевна Васильева. Варилий Александрович, я понимаю, что решение многих вопросов, которые сегодня возложены на Министерство внутренних дел, зависит от взаимодействия с другими структурами. И Вы об этом сказали в начале своего доклада. У меня два вопроса. Первый вопрос. С учетом той ситуации, в которой сегодня находится наша страна, у меня вопрос. Есть ли понимание, план работы, взаимодействия с неведомственной охраной, которая сегодня осуществляет охрану торговых центров наших крупных организаций, управляющих компаний, которые сегодня отвечают за состояние многоквартирных домов, потому что безопасность людей, она зависит не только от внимательности самих граждан, но и от выполнения конкретных каких-то мероприятий, которые должны быть возложены на определенные структуры. Есть ли сегодня такое взаимодействие, есть ли такой план работы, еще раз говорю, это не всегда зависит только от Вас, но Вы сказали взаимодействие. Это первый вопрос. И второй вопрос. Выборные кампании, которые сегодня прошли, да и обращения граждан сегодня показывают, что ситуация связана с отсутствием паспортных столов, когда мы более-менее представляли, кто живет в квартирах, сколько живет, прописаны эти люди или нет. Сегодня привела к тому, что подчас мы не в полной мере представляем, кто проживает в квартирах, прописаны они, не прописаны, где они прописаны. То есть есть проблема с учетом, с пониманием, кто сегодня живет в тех или иных населенных пунктах, квартирах. Вот на Ваш взгляд, ведется ли какая-то работа и что нужно сделать для того, чтобы все-таки у нас люди, потому что ко мне сейчас вот резко, уже у меня 1 апреля будет прием и записались люди, которые несколько лет проживали здесь без регистрации, без прописки, все у них было хорошо. Сейчас, понимая, что такая сложная ситуация, забегали, чтобы как получить вид на жительство и так далее. Вот на Ваш взгляд, есть ли такая проблема и как она должна решаться или решается? Спасибо. Пожалуйста, Валерий Александрович. Спасибо. Ну, что касается первого вопроса, это взаимодействие с теми же правоохранительными структурами, как Росгвардия, где Вы обозначили Университетная охрана и плюс, наверное, ФКУ Росгвардии, которая осуществляет по договорам охрану определенных объектов государственных, школьных учреждений, учебных заведений, соответствующих каких-то культурных центров и торговых центров. Конечно, у нас есть приказ министра, генерал-полковника полиции Колокольца Владимира Александровича и директора Росгвардии Виктора Васильевича Золотова. И мы, как руководители федерального уровня, обязаны обеспечить действенность этого приказа. Там расписано все конкретно. Начинает взаимодействие как нарядов, которые у нас патрульно-постовые, участковые полномочия, оперативные составляющие, снарядами АВО, которые в движении и ездят по вызовам. Все это обозначено. Плюс к культурно-массовые мероприятия, как мы должны с ними проводить организованно. Я являюсь оперативным руководителем при таких мероприятиях. Там все есть. Если есть какие-то нарекания по взаимодействию, то пожалуйста, давайте отдельно... С управляющими компаниями работать будут? Ну вы поймите правильно, как понять, с управляющими компаниями работать. В какой части мы должны работать? В данном случае люди волнуются. Мы помним периоды, когда у нас взорвались многоквартирные дома. Ольга Николаевна, у нас не круглый стол. Вы давайте отдельно сделайте депутатский запрос по интересующему вопросу. И желательно, чтобы с конкретными адресами. Что касается сферы миграции, я вам должен доложить, что у нас, извините, заражение, не такая конфликтная ситуация, как в других регионах, связанная именно с проживанием мигрантов. Если они есть, пожалуйста, символизируют нам старшие по домам, управляющие компании. Мы готовы принять это к сведению. У нас просто не хватает на сегодняшний день участковых, чтобы обойти полностью, например, по городу Смоленску. Вы понимаете, 300 тысяч, должна быть определенная категория участкового на 2,5-3 тысячи населения. У нас за одним участковым закреплено сегодня 2, 3, а то и порой 4, если уходит человек в отпуск. Поэтому мы готовы сотрудничать с управляющими компаниями на полном доверии, без всяких каких-либо претензий друг к другу. Просто телефоны есть, дежурных частей. Просто сообщение, мы готовы выехать. Да, есть проблема в выездах, когда бывает потерпевшие страна или заявители ждут по 30-40 минут, и бывают рассматривающие жалобы, когда пишут, что вот в течение там, ну позвонили в 9 вечера, да, приехали в час ночи, там будили, всю семью разбудили, когда там шумели соседи, а нужно взять объяснение. Бывают такие факты, мы по каждому факту разбираемся, стараемся как-то дипломатично успокоить и ту сторону, и другую. Потому что это все-таки соседская ситуация. Где есть негодяи, я на личном приеме неоднократно выслушиваю нарекания в отношении наших сотрудников, где они без чуткости, с равнодушием, бывает, относятся к этим заявлениям граждан, где в том числе и непонятно, кто проживает. Бывает, есть сейчас, туристы приезжают на съем, сдают, бывает, на сутки даже квартиру, на двое суток. Поэтому на эти факты мы реагируем. Если какие-то факты будут вот такие, прям звоните мне, всегда рад буду общаться по этому, потому что мне не безинтересно, как работают наши сотрудники на территориях. Ченцова Наталья Леонидовна. Малерий Александрович, скажите, пожалуйста, у нас с 8 апреля по 3 мая приказом министра по транспорту Смоленской области будет введено ограничение движения транспортных средств высокой нагрузки. С вашей стороны будет ли поддержка, чтобы контролировали пропуска, выдачу пропусков, чтобы контролировались вот эти дороги, по которым будет проезжать машина? Вы извините, насколько мне известно, полномочия по выдаче пропусков мы не обладаем. Там и работает ГИБДД в взаимодействии с транспортной инспекцией. С транспортной инспекцией. Спасибо. Мы по-любому будем контролировать въезд в проезд, потому что ограничение, тоннаж, это все будем. Но если будут выдано пропуска, то… Потому что я так помню, что за них платится денежка. Валерий Венедиктович. Валерий Александрович, просто забыл сразу сказать вам. Просьба жителей, значит, вот района… Валерий Венедиктович, это выступление? Нет, вопрос. Вопрос, пожалуйста. Жители района, где располагается ваше, в общем-то, управление, это отрезок третьей красноармейской слободы между Чуреловским переулоком и Водяным переулком, так, вот на этом поставлен знак «Остановка запрещена», но, тем не менее, слева стоянка разрешенная, а справа произвольная под этим знаком, то есть там сужена проезжая часть до такой степени, что зеркала сбивают, можно ли, в общем-то, навести там порядок, потому что, ну, обращались жители неоднократно, но эвакуации ни одного транспортного средства, ни законно стоящего не было. Пожалуйста, Валерий Александрович. Должен доложить вам, что мы не имеем право эвакуацию производить автомобиля с госномером. Вот, мы обязаны дождаться этого владельца, составить на него протокол, либо в последующем. Мы, если увидим такую ситуацию, и сотрудник ГИБДД обязательно на него отреагируем, вот. Но непосредственно, я так понимаю, что и ваши были запросы, сообщения о том, что там, будем говорить, выханали, и там в связи с ремонтом определенных моментов не было возможности, ездили вот через эти переулки, где даже одностороннее движение, и я неоднократно ездил, в том числе и в прокуратуру, где навстречу ехали там, так сказать, недобросовестные водители. Поэтому увеличим количество рейдовых мероприятий вот на этих улицах. Но, насколько мне известно, ДТП там на них не было. Зеркало сбивали при мне. Ну, если будет такой факт, регистрация в КУСП, сообщение в ГИБДД, и мы приедем. Коллеги, еще вопросы? Валерий Александрович, у меня к вам вопрос. Вот сегодня вы продекларировали абсолютно справедливые от цифры, 700 человек не комплект в структуре МВД Смоленской области. Правильно? Да. Вот. Это 17,3%. 33, более 33% не комплект среди участковых, среди тех людей, которые в первую очередь напрямую соприкасаются с нашими гражданами. Значит, из факторов, вы сказали, что фактор популяризации профессии, неправильный контент со стороны СМИ, подачи тех или иных моментов, эти принимаются. Какие еще, на ваш взгляд, нужно предпринять шаги? Исполнительные власти в лице губернатора, депутатскому корпусу, в лице Смоленской областной думы, депутатов горсовета, а также других уровней депутатов. Что нужно сделать? Бесспорно, с таким некомплектом очень тяжело контролировать ситуацию и выполнять поставленные задачи по обеспечению правопорядка и все остальные вопросы, связанные с действиями и функционалом нашей полиции. Вот что от нас требуется, Валерий Александрович? Пожалуйста. Спасибо за вопрос, Игорь Васильевич. Я прекрасно понимаю, что качество работы органов внутренних дел зависит от постоянства коллектива. Ну, как на любом предприятии, есть профессионализм. Должен доложить, что со стороны руководства управления территориальных органов не предпринимается никаких усилий для того, чтобы размывать это профессиональное ядро. Стараемся избавиться от негодяев. Это либо уголовное наказание, если они совершили преступление, либо дисциплинарного характера, вплоть до увольнения, употребление спиртных напитков, вождение в нетрезвом состоянии, ну и другие, так сказать, нарушения субординации и дисциплины. Здесь очень интересный фактор. Вот за январь-февраль месяц уже 57 аэропортов подано на увольнение, из которых 24, нет, по 27, по-моему, примерно ровно, 50 на 50. Это увольняются сотрудники, которые отработали положенные, в общем, получили выслугу лет, дающие право уйти в отставку, и те, которые не прослужили год, пять, семь, десять лет. Уходят просто всего-навсего в связи с тем, что нашли более выгодную заработную плату. Есть действительно профессионалы, за которые хватаются не только в нашем регионе определенной структуры, но и в ближайших областях. Уезжают и в Санкт-Петербург, Москва очень большой отток. Что касается аттестованных сотрудников, переводится, в соответствии с приказом министра, мы не имеем права запретить сотрудникам переводиться в такие регионы, как Крайний Север, Дальний Восток, Северо-Кавказский регион, ну и сегодня, соответственно, в новые территории, которые должны тоже комплектоваться профессиональными сотрудниками, потому что там уделяется внимание законности и в работе прохладных структур тоже немаловажное влияние. Ну что я могу сказать? Сказать о том, что поощрять деньгами, но есть большое количество сотрудников, которые еще продолжают работу не за деньги, а за идею. То есть они пришли в далекие 90-е годы, конец 90-х годов, начало 2000-х, когда действительно была какая-то преемственность сотрудников, да, отец работал, там или мама, они приходят и до сих пор работают, и все тяготы службы, они переносят должным образом. Сказать, чтобы давайте вот доплату нам, как в ряде регионов, мы понимаем, что область не настолько имеет и располагает финансовыми средствами, но, конечно же, вот спасибо большой администрации области, губернатору, вам в том числе за поддержку, и когда в разговорах где-то мы обсуждаем, что идете всегда навстречу и готовы поддержать и поощрениями в виде грамот, благодарности, сотрудники это видят. Ну, конечно же, финансовая сторона здесь, вот, вот, есть, например, в Твери, просто вот, если есть минута, значит... Ну, конечно, Валерий Александрович, мы же на этого и собрались, чтобы обсудить. Да, не хватает ни комплекта большой следователя. Следователя за один день не вырастешь, это пять лет учебы в юридическом институте, на факультете, либо в нашем профильном институте, и только через два-три года он начнет давать профессиональную, так сказать, отдачу, потому что первый год становления, где-то что-то не понял, и многие уходят, потому что не справляются с динамикой, со сложностью работы. И вот, когда в одном из регионов было принято, в том числе, по-моему, по Ульяновску и в Твери точно, значит, губернаторам было принято решение, если из гражданского вуза, с юридического факультета в следствие приходит молодой сотрудник, то там, как бы, поощрительное, компенсационное, с учетом, что он готов проработать минимум три года, миллион рублей. Вот я разговаривал с начальником МВД России по Твери, вот, Александр Ильич, там за год, у него пришло, там, ну, не больше пяти человек, не идут, она, понимаете, как бы сказать, ну, непрестижно, что ли, они знают, что, ну, сегодня вот он миллион получил, а завтра будут те же будни. Если лейтенант получает сегодня 30-35 тысяч рублей, вот, постовой милиционер, полицейский, 25 тысяч рублей, в зависимости там от срока службы, оно нарастает, определенная выслуга, там, проценты. Ну, сложная ситуация. Я говорю, большинство, 90%, сегодня работают на энтузиазме. Мы периодически каждый квартал проводим социально-психологические исследования нашими сотрудниками. И вот, вроде бы, все хорошо там, да, высокий настрой на работу, высокое удовлетворение условиями службы, несмотря на то, что там есть у нас и мебель некачественная, и крыша бывает течет, но это зависит от нас, от руководителей, получить деньги, грамотно сыграть контракт и проконтролировать, чтобы соответствующая фирма или структура строительная отработала, все сделала как положено. Просто всего-навсего они видят и желают работать. А есть такие, которые зашли, посмотрели, что-то предложили, и они уходят. Тут трудно их осуждать. Но костяк, еще раз говорю, костяк существует. Три тысячи штыков, которые сегодня есть, аттестованных из четырех тысяч пяти, они готовы работать на благо Смоленщины, Родины. Если мы будем выходить обязательно, потому что с предложениями, вот, может быть, Игорь Васильевич, вот не 40 человек сотрудников ППС и участковых полномочий, это именно те службы, а может быть, давайте, может быть, до 100 я напишу обращение к губернатору и рассмотреть этот вопрос. Может быть, не надо там сейчас 30 тысяч рублей, может быть, а по 20 тысяч рублей всем как-то уравнять эту немного ситуацию. Но поверьте мне, что они будут получать только достойную эту доплату. Широмыжники там и, так сказать, не благонадежно и не получат. Здесь не пройдет ни какая-то там родственные отношения, хотя уже конфликт интересов сегодня разобрались, мы убрали из близкого руководства и подчиненности родственные отношения, сократили до минимума. Поэтому получат эту надбавку и поощрение только те добросовестные, которые несут службу. Валерий Александрович, вопросами мы закончили. На выступлении я тоже не вижу записавшихся. Поэтому у меня предложение. Вот, наверное, при всей общей обстановке в стране картина с кадрами в МВД разницы. Я предполагаю так. Есть лидеры, есть те, где очень плохо. Наверное, надо посмотреть практику, что делается в рамках, по направлению мотивации сотрудников. Не всегда, вы правильно сказали, не всегда, на мой взгляд, материальная мотивация, хотя она имеет главнейшую роль является, что называется, конкретно результативной. Награды региональные, федеральные и многие другие. Посмотреть эту практику по другим субъектам и предложить. И обсудить это, конечно же, в первую очередь с губернатором, с депутатским корпусом, совместно с вами и попробовать ее, как она будет работать у нас. Я понимаю, что тенденция увеличения кадров в МВД в у нас сегодня ее нету. А ситуация в регионе, она может быть еще и хуже. На фоне того, что мы при граниче и на фоне того, что у нас идет активная операция СВО. И видим, что происходит. И мы сегодня начали нашу работу с минуты молчания. Нам бы очень хотелось, чтобы продолжения этой темы не было. Поэтому, Валерий Александрович, в качестве предложения просьба. Вот обобщите практику. Посмотрите, какие методы, на ваш взгляд, более эффективные. Предложите, давайте обсудим и будем решать этот вопрос. Без людей, без кадров ничего сделать нельзя. Все. Решите ремарку еще одну. Чтобы по штатной численности, значит, и по некомплекту. Из 18 субъектов по СВО мы крайние 14-е по некомплекту. После нас там есть еще подразделения. У нас, например, 17 процентов, ТУЛ-21. Но в лидерах находятся те подразделения, которые располагаются. Это Белгород, Брянск, где есть учебные заведения, профильные МВД. Здесь же было до 11-го года учебное заведение, филиал Московского юридического института МВД. И мы видим ситуацию, я анализировал ее, что в год примерно по 100 сотрудников, а то и более, молодых лейтенантов приходили сюда. Ренимировать это учебное заведение мы не можем. Мы отстояли в 23-м году. Была проверка главного управления по работе с личным составом, где нам рекомендовано было центр профессиональной подготовки сократить, отдать эти единицы в Брянск, в Белгород, в педагогического аппарата. Мы отстояли. Почему отставили, стояли? Потому что если мы начнем набирать молодежь, и они будут уезжать в Белгород и Брянск на профессиональную подготовку, то из 30 направленных, я в общем так могу сказать, останется 15. 15 не захочется дальше работать. А здесь они еще на родине, дома, как-то рядом проходит это обучение. Мы сегодня обучаем и росгвардейцев там, мы обучаем, сегодня должен доложить и сотрудников из новых территорий. На дистанционном обучении и вот буквально в ближайшее время уже два раза ездили на Херсовщину, ДНР, уедут наши педагоги принимать экзамен. То есть, что можем, мы делаем, Игорь Васильевич. А здесь я с вами полностью согласен, мы еще раз проанализируем на какой-то опыт и передовой, и будет доложено губератору и вам. Хорошо, спасибо. Коллеги, нами подготовлен проект постановления, который я зачитаю и готов поставить на голосование. Кто за то, чтобы принять к сведению отчет начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области о деятельности полиции Смоленской области за 23-й год, прошу голосовать. Решение принято единогласно. Спасибо за доверие. Я вас поздравляю с успешным отчетом. Вместе давайте решать эти задачи. Мы рядом с вами и в любой момент готовы откликнуться и помочь по всем вопросам, потому что это безопасность наших граждан. Это важнейший вопрос сегодня. Спасибо. Спасибо, Игорь Васильевич.